Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Но даже Турция, которая является членом МАД, она тоже там присутствовала. И просится она в БРИКС. Сейчас она получила статус партнера, но это время. Видишь, дальше будет развиваться ситуация, будет совершенство БРИКС. Запад наглядно убедился, в геополитическом отношении Россия этот тур гибридной войны с Объединённым Западом выиграла. Срыв, отражение, провал, как угодно можно назвать, гибридного Блицкрига был лишь одним из шагов, один из важных элементов вот этого процесса. Но после этого неспособность Запада продемонстрировать явную стратегию, которая могла привести хоть к какому-то геополитическому успеху, привела к тому, что страны мира стали отворачиваться от Запада. Потому что, во-первых, тот проект мира, который предлагает Россия, он более увлекательен для всех стран мира. Вторая причина заключается в том, что Запад продемонстрирует слабость и неспособность подавить сопротивление. Что Запад понял, что он с Россией справиться не может. И это поняли все остальные страны. Фактически это было не просто похороны Британской империи. Это были еще и сигналы, которые свидетельствуют о том, что панзападный мир умер или, по крайней мере, находится уже непосредственно при смерти, и спасения ему нет. Для мировой политики будет означать только одно, что в сложившихся условиях у Запада есть дилемма. Либо идти на развертывание полномасштабной Третьей мировой войны, либо признавать свое военно-политическое поражение и отступать. Сил и ресурсов у Запада для развертывания Третьей мировой войны, если не брать ядерную фазу, нет. Это уже очевидно. Остается только ядерное оружие. Но ядерное оружие имеется у России и у Китая. И они способны будут Россию, Китай, Запад уничтожить полностью. Поэтому каким путем пойдут западные элиты, сложно сказать. Я считаю, что Запад на данном этапе, скорее всего, пойдет на резкое обострение военно-политической обстановки, эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, на эскалацию конфликта на Украине. Там, скорее всего, появятся натовские войска. Небольшие контингенты уже появятся. Тем более, что уже подразделения там есть. Уже есть не просто доказательства, что они там есть. Уже есть непосредственно военнослужащие этих подразделений, убитые документы этих военнослужащих, которые находятся на действительной военной службе в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в других странах НАТО. Там появятся уже, по всей видимости, более крупные контингенты войск. Вероятно, что Израиль будет продолжать эскалацию конфликтности на Ближнем Востоке для того, чтобы тянуть туда Соединенные Штаты Америки. Для Нитаньяху это жизненно необходимо. Нитаньяху уже втянулся в два конфликта очень серьезно. И третий конфликт с Ираном. Он может обеспечить себе хоть какие-то шансы на успех только за счет втягивания туда Соединенных Штатов Америки. Воздушный удар ничего принципиально в отношении Ирана не повлияет, в его потенциал. Что касается возможностей Ирана по уничтожению Израиля без ядерного оружия, а только за счет ударов по ядерным центрам Ирана и по районам, где находится ядерное оружие Ирана, Израиля, то такие возможности у Ирана есть. Ведь Израиль очень маленькая по территории страна. Его площадь оценивает всего составляет 27 с чем-то там тысяч квадратных километров. Это много меньше, чем та площадь, которая была признана непригодной для жизни по итогам Чернобыльской катастрофы. Поэтому Израилю без США там нечего ловить в противостоянии с Ираном. А Израиль уже фактически открыл три фронта. Два фронта в Газии и один в Газии, сухопутный фронт, и второй фронт в Ливане. Вот. А один фронт пока воздушно-космический с Ираном. Но Иран еще по Израилю не бил. Серьезно. Хотя Израиль наносит полезный удар по Ирану. Потому что Иран все-таки хочет оттянуть вот эту фазу конфликтности, понимая, что Израиль может пойти на применение ядерного оружия, а ядерного оружия у Израиля много. И это может кончиться тем, что Иран тоже погибнет, как страна. Поскольку 90 ядерных боеголовок, если не обрушится на Иран, то, конечно, Иран в большей части будет уничтожен. Но Израиль в этом случае тоже 100% погибнет. Вот, к примеру, такая ситуация. У Соединенных Штатов Америки ресурсов на такой конфликт и на Украине, и на Иране не хватает, учитывая, что еще есть и назревает конфликт в Юго-Восточной Азии с Китаем. Это не только Тайвань, это много шире. Китай очень активно внедряется в те регионы, которые традиционно ориентировались на США. А Китай обладает уже мощным флотом, насчитывающих, имеющих три авианосца. И поэтому там у американцев надо подтягивать серьезные силы, чтобы остановить китайскую экспансию. Вот такая ситуация. Немножко скажу то же самое и про Ливан. Вот буквально сегодня ночью прошла информация о том, что израильтяне предприняли серьезную танковую атаку в районе города Эль-Хияк, по-моему, Эль-Хиян. Силами двух танковых полков. Это общая численность танков где-то порядка 180-200 машин. И вот под утро уже было известно, что три машины уже сожжено. Бульдозер один сожжен. То есть потери несут. Вот эти танковые колонны попали в огневой мешок организованный. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова